Фотографии Павла Воровцев начал увлекаться 20 лет назад. Он постоянно видел своего папу с фотоаппаратом в руках и тоже решил попробовать себя в этом деле. Купил цифровую камеру и стал гулять по городу, искать интересные кадры. Первые фотографии Павла были черно-белые. В тот момент мужчина переживал тяжелый период в жизни, и новое хобби помогло ему восстановиться, дало силы и надежду. В объектив Павла чаще всего попадают люди – друзья, семья и природа. «Природа – это, наверное, от папы. То есть с самого детства в норме было в 4 утра встать, поехать на Мокшу, посмотреть, как солнце встает, как животное бегает. Родители дали мне такое направление, потому что меня никогда никто ничего не заставлял делать, как бы не было каких-то жестких рамок. Любил литературу читать, может быть, от нее как раз все это и передалось в жизни какой-то». Основу фотографии Павел изучал самостоятельно. Многому научился от друзей. Павел проводит время и за компьютером, обрабатывает и корректирует кадры. Но при этом мужчина руководствуется принципом, чтобы все фотографии смотрелись максимально естественно. «Без всяких пресетов, без всего. Много было попыток у меня и в пресеты залезть, и как-то все под какой-то шаблон сделать. В основном нет. Каждая съемка, то есть каждый раз новый цвет какой-то, то есть новый вариант обработки. Ты уже идешь, конкретно понимаешь, что ты хочешь сделать, как бы фотографируешь под это. В удовольствие сейчас от того, что в формате той съемки, которую я хочу делать». Раньше Павел фотографировал праздники, свадьбы и различные мероприятия. Принимал заказы на индивидуальные съемки. Но сейчас ему интереснее воплощать в жизнь собственные проекты и идеи. Ради необычных и красивых кадров фотограф выходит на улицу в любую погоду. Сырость или снегопад – не помеха творчеству. «У меня без разницы, какая погода. То есть я в любом случае просто выйду. Туман, дождь, снегопад. Наоборот, есть что сфотографировать. И это будет не обыденность ежедневная, а именно то, что можно показать и себе запомнить». По мнению Павла Воровцева, чтобы стать хорошим фотографом, нужно просто быть собой. Ни на кого не равняться. Делать то, что нравится и делиться этим с окружающими. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.